МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще, многие телезрители обратили внимание, что наша программа, она имеет такие уклоны, знаете, мы с одной стороны рассматриваем новостную ленту, что произошло в мире, расставляем акценты. Это целевая аудитория взрослых людей, целевая аудитория нашего телеканала, это, в общем-то, люди 35+. Но все равно у нас периодически в программах проскальзывает мысль о том, что основные усилия мы с вами должны предпринимать в отношении молодого поколения. Причем молодого – это очень такое обширное понятие, это фактически 5+. То есть начиная с дошкалят, начиная с детей, которые ходят в детские садики, и заканчивая 24-25-летними людьми, которые, в общем-то, уже выходят во взрослую жизнь. Почему мы этим занимаемся? На самом деле информационная война, она название, конечно, агрессивное. По большому счету это воспитательная работа, это стратегическое понимание того, что дети, которым сегодня по 10-12-15 лет, через 10-15 лет будут управлять этой страной. И кому мы передадим бразды правления, как мы их научим, причем не только с точки зрения профессиональных навыков, как правильно зарабатывать деньги, как строить дома, как, в общем-то, знаете, решать задачи траты денег на себя любимого. Кроме этого, есть еще задачи личностные, которые связаны с этикой, связаны с взаимоотношениями людьми в обществе. А Крым – это многонациональный край, соответственно, этика межнациональных, межконфессиональных отношений. Вот это, знаете, русская стратегия жизни, когда люди живут в ладу, при этом они совершенно разные, они могут быть и внешне отличаться, и по цвету глаз, и по цвету волос, по религиозным воззрениям. Но, тем не менее, вот эта этика – как жить ладно? Вот эта этика и есть основа того, чем мы с вами занимаемся. Очень многие родители, которые живут в достаточно высоком ритме, современная жизнь, она динамичная. И многие родители утром уходят на работу, некоторые папы даже рассказывают, я утром ухожу на работу, дети спят, я вечером прихожу с работы, дети спят. Вот это нынешний ритм жизни, когда ребенку и уделить времени не получается, особенно если речь идет о мальчиках. То есть мальчики живут все время с мамами, а в школе их окружают женщины. Тоже происходят определенные перекосы в воспитании, которые вообще приводят к инфантилизму мужской части населения, и которые на самом деле требуют какого-то нашего с вами участия, для того, чтобы компенсировать вот эти вот недостатки. То есть ошибки в воспитании, вызванные реалиями современной жизни, когда взрослые люди вынуждены зарабатывать себе на жизни и на жизнь детей, кормить, одевать, создавать инфраструктуру, возникают вот эти ошибки, вызванные реалиями жизни. И для того, чтобы не потерять в воспитании подрастающего поколения, которое через 15-20 лет будет управлять этой страной, нам с вами нужно предпринять какие-то системные шаги, для того, чтобы в самом общем виде не допустить того, что произошло в Киеве. Хочу напомнить всем, в 2013 году, когда Майдан только разгорался, по улицам Киева, да и других городов, ходили вот эти марширующие студенты в возрасте 17-18-20 лет, которых возглавляли педагоги, с одной стороны некоторых вузов, особенно этим выделялся Киевский государственный университет и Могилянка, а это вузы, которые действуют, и многие учебные программы на западные гранты. Но рядом с ними еще были те самые агитаторы, если брать старую советскую терминологию, на самом деле эмиссары неправительственных некоммерческих организаций с западным финансированием, которые окучивают наших детей. И в результате государственный переворот, он состоит из двух частей. Это, собственно говоря, заговор в верхах и внешняя медийная часть, которая картинкой обеспечивает информационное поле, накрывающее все общество. И вот основным пушечным мясом, помимо стрелков и боевиков, уже в последней фазе Майдана, это были дети, которым некогда родителям заниматься детьми, некогда уделять им внимание, некогда разговаривать об этике, об истории страны, о том, чьих они будут, откуда вышли и куда идут. И в результате получается государственный переворот, когда страну фактически оккупируют без ввода больших массивов войск. То есть война нынешняя, почему наша программа называется информационная война? Нынешняя война, которая называется сетицентрическая или гибридная, она происходит таким образом, что война происходит в головах. Не надо вводить большие массивы войск, не надо оккупировать, не надо разрушать инфраструктуру. Достаточно при помощи СМИ, достаточно при помощи вот этих агитаторов и эмиссаров, приставленных к ВУЗам, достаточно при помощи финансирования отдельных педагогических программ, перехватить управление в головах наших молодежи, и дальше все произойдет само собой. А мы с вами, бегая за длинным рублем, и совершенно не уделяя этому внимания, мы теряем управление этим процессом, передачи знаний, связи времен, передачи технологий, передачи духа, целеполагания вообще, куда мы движемся, какую страну мы строим, и что мы хотим получить на выходе. И вот с этой точки зрения я хочу сказать о том, что наша телерадиокомпания, Первый Крымский и Крым-24, несколько, в общем-то, СМИ, мы разрабатываем такой проект, который называется, название мы еще не придумали, мы, кстати, с вами об этом подумаем, но смысл этого проекта заключается в том, что здесь, в эфире программа «Информационная война», мы в ближайшее время, да, собственно говоря, хоть каждый эфир, я буду приглашать на эфир людей, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения. Это прежде всего учителя, тьютеры. Тьютеры – это учителя внешкольного образования, которые, ну, как бы не над классом на большой группой людей, они рядом с ребенком, они более индивидуальное воспитание проводят. Это отдельные методики, отдельная система образования, отдельные подходы. Кстати, очень полезны родителям. Это родители, которые воспитывают детей, у которых есть некоторые методики того, как правильно это делать, как компенсировать ошибки, вызванные, ну, современным ритмом жизни. И вот здесь, в программе «Информационная война», которая, в общем-то, по большому счету, в последнее время даже не столько о политике, как о краткосрочных событиях. Знаете, произошло событие, мы его комментируем. Произошло еще одно событие, мы его комментируем. Мы пытаемся разложить какую-то временную стратегию, что было, что будет, чем сердце успокоиться. Но вот если взять горизонт планирования больше, взять, например, 10-15 лет, то хочешь, не хочешь, мы все равно упираемся в подрастающее поколение, и мы упираемся в то, что мы с вами вообще можем сделать, и делаем ли. И вот в этом месте появляется вот такое вот методическое разделение. С одной стороны, наше воспитание детей, оно происходит в связи с тем, что родители на работе, а дети ходят в школу, оно происходит, безусловно, в стенах учебных заведений. Оно происходит на гуманитарных дисциплинах, оно происходит там, на уроках истории, русского языка, литературы, географии, как место происходящих событий, и так далее, и так далее. И, безусловно, учительский корпус, на нем лежит достаточно большая ответственность именно с точки зрения воспитания подрастающего поколения, как продолжателя связи времен. Но тут возникает одна методическая закономерность, о которой мы с вами очень мало говорим. Дело в том, что взаимодействие с детьми при помощи учителей, как правило, женского пола, то есть для мальчиков там есть определенное провисание, оно происходит по принципу, который, ну, в сухих терминологиях, в сухих терминах выглядит как адресно-персональное взаимодействие здесь и сейчас по конкретному вопросу. То есть встречаются дети с учителями, обсуждают какой-то вопрос, им рассказывают, причем, как правило, это происходит монологическая речь, без диалога. То есть учитель рассказывает, что было, что будет, чем сердце успокоится, и ребенок это воспринимает, если это пафосно, он его воспринимает с определенным сопротивлением, либо без сопротивления, по-всякому. Но большую часть времени светового дня дети проводят все-таки за гаджетами. Это новое явление в природе. Раньше его не было. Раньше дети сидели у телевизора, стояли кассетные магнитофоны, вталкивались кассеты, дети сидели и смотрели мультики. А сейчас и этого не надо. Есть телефоны, и на телефонах можно закачать фильмы, мультфильмы. Можно посидеть ВКонтакте, позволяют мобильные технологии. В общем-то дети все сидят в гаджетах. И получается, что вот это адресно-персональное взаимодействие с подрастающим поколением, понятно, с какими задачами, оно по времени, оно все равно занимает намного меньший лаг времени, чем то, что дети получают из экрана своего гаджета. И вот здесь у нас с вами есть системное провисание, которое, кстати, в год кино очень интересно бы озвучить и проанализировать. То есть тот контент, есть такое слово медийное, оно означает совокупность фильмов. Вот эти все фильмы, ролики, блоги, передачи, фотографии, статьи, плакаты, которые дети воспринимают с экранов, это все называется контент. Такой профессиональный термин. Вот это все в большинстве своем сделано либо на Западе, либо сделано здесь представителями этих западных неправительственных организаций, которые в том или ином виде либо потребляют эти гранты, либо косвенно в темную выполняют поставленные задачи. И получается, что кроме адресно персонального взаимодействия с детьми, которые осуществляют в первой половине дня учителя, а родители вечером пару часов и утром час, когда надо поднять ребенка и отправить его в школу, вот большую часть времени с детьми взаимодействует западный контент. Западный не только по месту его производства, а западный по этике, западный по принципам того, как себя вести в этом обществе. Западный с точки зрения того, что у детей нет надмирных задач. Есть задачи, куда потратить деньги. Есть задачи, например, что себе купить, какой модный гаджет. И при этом вообще получается ситуация, мало того, что дети у нас не работают, ну, в силу и юридических особенностей законодательства, и в силу вообще традиций, сложившихся за последнее время, и дети становятся более потребительски настроенными на ресурсы, которые родители зарабатывают в поте лица, и иногда успешно, иногда не очень. И вот происходят вот эти все перекосы в воспитании, связанные с тем, что нашего контента в гаджетах нет. В год кино, кино в данном случае это только часть контента, то есть кроме фильмов, которые, например, бы отражали жизнь нашей целевой аудитории, о которой мы сейчас говорим, а это школьники. То есть если взять примерно 10-9 лет, когда начинаются гормональные изменения у детей, когда у них появляются желания, вот здесь бы нам и подхватить вот эту эстафету, и перехватить управление от поставщиков контента с запада. И для этого нужно производить контент, для этого нужно производить фильмы и сериалы, где мы бы с вами воспевали наши модели поведения. Для этого нужно делать мультики. То есть когда маленькие дети сидят, родители заняты, и они им дают там планшеты, говорят, посиди, посмотри мультики, то, как правило, мультики там не наши. Как правило, в этих мультиках, причем иногда очень качественных, модели поведения детей, они пропагандируются не наши. Уже стало притчей во языцах сравнение двух мультфильмов советского и американского о Маугли. Помните советский мультик Маугли и американский мультик, где медведь Балу и Багира, да? И вот если проанализировать эти мультики, американский, кстати, очень яркий, очень праздничный, очень воспринимается хорошо. Советский, он более такой сдержанный, дисциплинированный, но архетипы мальчиков, которые воспеваются в этих фильмах, они диаметрально противоположны. Если взять советский мультфильм, например, то там на протяжении всей истории мальчик растет, мужает и становится лидером. Внимание! Он становится человеком, мужчиной, воином, который может взять ответственность за других, возглавить даже войско. И, собственно говоря, это человек, который проявляет инициативу. Это не консюмер, который посмотрел рекламу и захотел купить себе какой-то гаджет. В американском фильме мы видим архетип инфантильного мальчика, который на самом деле подчиняется командам Балу, Багиры и воли своей не имеет. И даже в финале, когда он, собственно говоря, горящей там веткой Шерхана прогоняет, это получается случайно и не потому, что он там воин, или он инициатор, или он проявил инициативу, это получилось случайно. И, в принципе, если посмотреть трезво на эти два мультфильма, наверняка все их видели, то архетип воспитания мужчины в американском мультфильме вообще не наш. И получается достаточно интересная ситуация. Мы детей занимаем контентом, который не наш, который, ну, как бы убийца времени. Мы не можем ребенку уделить внимание, нам хочется заняться чем-то своим, праздник, там еще что-то, либо мы отдаем бабушке, либо мы там отдаем няне. И чем дети занимаются? Они смотрят мультики, они играют в игры. И вот там, в этих мультиках, которые сделали не мы, мы даже не думаем о том, что там заложено. Там воспитываются архетипы поведения, при которых мальчики, на секундочку, становятся инфантильными, которых мальчики никогда не берут на себя инициативу, когда они не понимают, что такое ответственность. И когда дальше возникают ситуации конфликтные, ну, например, он там покурил кальян или еще что-то, еще нахулиганил где-то. Происходит разрыв связи времен и воспитательных действий со стороны родителей, эффективных, уже даже не получается. Разрыв именно из-за контента такой, что хоть кол на голове тиши, а эффективности воздействия никакого не получается. И здесь, на самом деле, очень многие родители задают вопрос, что делать, я не знаю. Опускаются руки, они не понимают, они теряют вообще контакт с детьми. И вот здесь тоже возникает необходимость не только говорить о производстве контента. Кстати, мы тоже хотим пригласить к нам студию людей, которые эту проблему тем или иным способом решают. То есть я фактически сегодня на эфире программы «Информационная война» хочу объявить серию эфиров, на которых я бы пригласил и приглашаю педагогов, родителей, учителей, людей, которые обладают определенными методиками. Есть же не только учителя, работающие в школе, есть руководители кружков, особенно творческих, есть люди, которые, например, хорошо взаимодействуют со станками, они умеют что-то делать руками. Для мужчины это очень важно занять его делом, чтобы не столько времени проводить возле гаджетов или в подворотне, а чтобы он еще что-то мог осуществлять при помощи производительного труда. Вот этот комплекс методик, которые мы можем с вами проговорить в эфире, а потом в виде роликов это предоставить другим людям даже просто для того, чтобы вдохновить родителей. Очень многие родители на самом деле вот с этой частью вопроса у них руки опускаются. Они не знают, как правильно поступить с детьми. Они не знают, как перехватить управление. Они не знают, что говорить, как говорить. Это все происходит по инерции, по накатанной схеме, там, как это делали бабушки и мамы в предыдущем поколении. А получается, что методики предыдущего поколения сейчас не работают. И вот с этой точки зрения, особенно, если не забывать, что мы говорим о воспитании этики, мы хотим осуществить такой комплекс мер при помощи эфира, при помощи телерадиокомпании Крым, которая является агрегатором в данном случае методик, идей, технологий, взаимодействия. Мы сможем анонсировать мероприятия, мы сможем, например, анонсировать родительские собрания с участием каких-то звезд. Воспитание детей мы можем проводить мероприятия. То есть, в данном случае информационная война это не только программа, которая анализирует новостную ленту, что произошло в Польше, в Европе, в Германии, Франции, в Турции, в Сирии, в Украине, в России. А мы хотим повернуть вектор наших эфиров в сторону того, чтобы вместе с родителями, вместе с телезрителями, с бабушками, с дедушками, с методистами, учителями, священниками, представителями традиционных конфессий, которые в своих курсах школьных об основах православной, исламской этики, иудейской этики, буддийской этики, они-то занимаются прежде всего именно этими вопросами. И вот для того, чтобы огласить, для того, чтобы рассказать и настроить всю аудиторию примерно в одном направлении, для того, чтобы методика, инструментарий, как это делать, была озвучена в обществе, собственно говоря, программа «Информационная война» и предлагает всем желающим, всем людям, которые обладают этим инструментарием, посмотреть в нашу сторону и связаться со мной, для того, чтобы мы с вами провели ряд этих методических эфиров. Я постараюсь сделать так, чтобы эти эфиры были не скучны, в том смысле, чтобы мы там рассказывали монотонно, как это делать, и, в общем-то, без энергетического заряда, на самом деле вот эта задача, стоящая перед нами, она очень энергоемкая. От того, какое молодое поколение мы воспитаем, мы, это имеется в виду 40+, люди, которые там прожили жизнь, родили детей, чего-то добились, чего-то видели, какой-то опыт имеем, и вдруг, что там греха таить, этот опыт, связанный с тем, как заработать деньги и как их потратить, вдруг, оказывается, отсутствует опыт, а как не дать перехватить управление над нашими детьми. Мы этим системно много не занимаемся. С утра до вечера мы думаем о деньгах, с утра до вечера мы думаем о тщеславии, насколько мы много заработали денег и как мы можем себя поставить среди окружающих, а вот с точки зрения того, что у нас есть дети и внуки, которым продолжать наше, я не хочу сказать тщеславие, но которым управлять этой страной, которым воспитывать своих детей и которым это делать нужно, ладно, по уму, так, чтобы не разрушить эту страну, потому что разрушение страны приводит к десяткам тысяч жертв, которые касаются каждого в стране. Это даже на простом, на элементарном уровне, но и даже с точки того, чтобы все-таки возник русский миллиард, чтобы рождаемость превышала смертность, чтобы у нас с вами была ладная экономика, этому тоже нужно научить, а экономика это не только купи-продай или не только заработай, это тоже этические взаимоотношения, этические взаимоотношения работодателя с работником, чиновника, с подчиненными и так далее, и так далее, это весь комплекс вопросов, которые на самом деле нами с вами, мы с вами их не освещаем, не анализируем и не ретранслируем подрастающему поколению прежде всего. И вот для того, чтобы возбудить в обществе, для того, чтобы подсветить вот эту проблему, она на самом деле очень большая, и она на самом деле обсуждается на кухнях, в кафешках, мамочки встречаются между собой тоже с гаджетами сидят и обсуждают, какие проблемы воспитания детей, а на самом деле выхода методического из этих проблем никто не предлагает. Поэтому я предлагаю посмотреть на программу «Информационная война» не на как чисто политическую, глобально-политическую, а скорее как методическую, скорее как педагогическую, родительскую программу, в которой основная задача это не только расставлять акценты по событиям новостной ленты, это скорее расставлять акценты в части касающейся социальных ролей любого взрослого человека. Взрослые люди это не только люди, которые думают, как заработать и как потратить, как купить машину, дом, обустроить там свою инфраструктуру, чтобы все было красиво, хорошо смотрелось в кадре, но еще наша самая главная задача, что находится в голове и в сердце наших детей, насколько они приспособлены к жизни. Речь даже не то, чтобы они были, знаете, рафинированно правильными, праздничными, хорошо там пели на утренниках, а речь в том, как они будут жить на этом свете среди других людей. Причем не только с точки зрения добра и зла, будут ли они делать зло или добро, а даже с точки зрения того, насколько они профессионально подготовлены, насколько 17-летний выпускник средней школы готов к взрослой жизни, может ли он буквально через 3-4 года создать семью, обеспечить ее, это я про мужчин, конечно, про мальчика говорю, насколько он приспособлен к жизни. И вот эта задача, мне кажется, является главной в нашей программе «Информационная война», поэтому приглашаю всех людей, кого эта тема трогает, кого она волнует, написать письмо по e-mail уторан-продакшн-собакамейл.ру, это почта нашей программы. Мы с вами обсудим тему «Время эфира», и я приглашаю в студию программы «Информационная война» всех людей, которые занимаются воспитанием молодого поколения, передачей технологий, знаний, навыков, умений и, самое главное, этики. Этика, как способ стояния на земле и взаимодействия с другими людьми, часто очень разными, часто другими по цвету глаз, цвету волос, цвету кожи, религиозной конфессии, но жить ладно, это и есть этика. Вот этим мы с вами будем заниматься в 2016 году. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова